Добро пожаловать в Тюмень! Давайте смотреть футбол. Тюмень начинает таким дополнительным препятствием для футболистов. Было много верховой борьбы и, короче говоря, не удалось навязать Шинникову свою игру. А вот здесь опаснейший момент и мяч в воротах, что в софсайдам. Нет положения вне игры и Шинник открывает счет в этом матче. Василий Олейников становится автором забитого мяча. Хорошая атака получилась у Шинников, фланговый. Казалось бы, ничего опасного не может быть. Казалось бы, ну что там, передачу в штрафную и в итоге не разобрались. Не разобрались два центральных защитника в Тюмени в свое собственное штрафное мяч в ворот залетает. Тут, конечно, еще нужно разбираться. В этом итоге более детально. Ну, вот такое начало для Шинника. Какая ошибка. Здесь убегает Малахов. Уже в штрафной площади второй можно забивать. Но здорово играет Егор Любаков. В Тюмени просыпаться нужно, потому что так дела не делаются. Шинник почувствовал, уверенность себе почувствовал, что соперник после пропущенного мяча. Что-то ему гораздо растерен. Вот это атака в Тюмени. В касании не точно. Ну, задумал Насыров, во всяком случае, неплохо. Оставление на третьего. Здесь проникающая передача. Неужели офсайда нет? Андреев решает такое нужно. И нет офсайда. Нет офсайда, это значит, что сумасшедший сейв от Егора Любакова. Ну и как же так проваливается? Раз за разом Тюмени в обороне. И передача, конечно, классная. Ну и Андреев просто обязан такие вещи решать. А кто же такой паста отдал? Есть подача. Мяч заметался и не забил у Тюмени в этом эпизоде. Кто же так бросился под мяч? Неужели Олейников? Вот так и есть. Василий Олейников и здесь успевает, бросается под, казалось бы, уже безнадежный мяч. И в итоге еще один угловой. Ошибка в простейшей ситуации. Бема напрягает, заставляет ошибиться. Саузь бьет. Справляется Любаков. Ну, аттракцион щедрости под названием «Ошибки защитников» продолжается. В этом эпизоде Бем немножко не рассчитал. Все равно момент опасный. Зинков бьет. И угловой. Угловой или что там придумал Любаков? Если не было углового, то это просто чудеса какие-то. Валяков в мяч убывает. И угловой не был зафиксирован. И потом Любаков непостижимым образом спасает Тюмень. И теперь уже хозяева в атаку идут Олейников. У собственной штрафной площади. Подача. Подача на ближнюю мяч застревает. В штрафной площади Тюмени. И снова он таким пинг-понгом туда обращается. А здесь нет офсайда. Удалом 2-0. И мяч защитен. Малахов забивает. Очень недовольны игроки Тюмени. Показывали, что он офсайд. Но гол за счет 67-я минута 2-0. Артем Малахов свой первый мяч забивает за Шинник. И счет становится 0-2. Очень долго не могли игроки Тюмени выбить мяч со своей. Штрафной площади. Не получалось его выбить. И мяч метался. Не забивает Тюмени, прошу прощения. Тогда очень сложно быть хозяевом. Рассчитывать на положительный результат. Удар. Огния рикошеты. Видимо, некоторым болельщикам показался мяч ворота. Залетел. И еще с рикошетом не повезло. Но вот чем не момент. Чем не момент. И по-прежнему Тюмени не забивает. Может быть, вот сейчас получится хотя бы распечатать Шадрин. Как же так? Как же так? Шикарная подача. Павел Шадрин у метров шести. Просто обязан был расстреливать Довню. Но удар прямо в руки. Но вот чем это не момент. Удар Маркелова. Удар Шадрина. А ярославцы забили. Олейников и Малахов забили по одного мячу. В каждом из таймов, обеспечив Шиннику победу в этом матче. И три очка. Три очка уезжают в Ярославль. КОНЕЦ